Альхамдул-Лляхи Рубля-Альмину, Афгалюс-Саляту, Амутаслим, Али-Ассалим, Али-Ассалим, Мухаммад, Ва-Али-Ги, Ва-Сахбе, Ва-Салим, Ажмайм. Иншаллах, сегодня мы начнем серию уроков про числительные в арабском языке. Тема числительных в арабском языке, она очень такая комплексная. С одной стороны, числительные вроде бы легкие, их достаточно выучить, когда нам нужно просто перечислить. Один, два, три. А с другой стороны, когда мы хотим эти числительные использовать в связке с исчисляемым, у нас есть определенные правила. И эти правила в зависимости от того, с каким числительным мы используем, это исчисляемое может меняться. То есть единица – это одно правило. Там один дом, например. Когда два – это другое правило. От трех до десяти – это третье правило. Одиннадцать – это четвертое, двенадцать – это пятое, с тринадцати до девятнадцати – это следующее правило. Десятки, начиная с двадцать, тридцать – это другое правило. Если с единицами – еще одно, сотни – еще одно. То есть есть, конечно, между ними много чего общего, но тем не менее и есть различия, на которые следует обратить внимание. Итак, сегодня мы с вами познакомимся с числительным один, уахид, и тем, как мы его можем использовать. Значит, мы видим уахид, уахид – это один. Цифра один, если мы будем говорить о том, как она у нас пишется, да, вы видите, начинается отсюда и впускается вниз. То есть она схожа, конечно, на единицу, так вот, отдаленно, да, но мы знаем, что когда пишется единица у нас, она более прямая, да, и такой есть хвостик или сверху. А в арабском – это просто прямая линия, да, она немножко вот с таким наклоном может быть, но в основе, то есть близится к прямой линии. Это цифра один, да, то есть мы заодно возьмем и использование, и цифру. Это уахид, да, это у нас цифра, цифра один. То есть мы можем их сравнить, да, приблизительно, как они выглядят, чем отличаются, что общего между ними, ну, в основе это единица. В арабском – это уахид, да, если мы, цифра вот так выглядит, а на письме пишется таким образом. Если мы хотим сказать там один, два, три и так далее, мы скажем уахид, да, то есть один. При этом у нас в арабском языке есть мужской и женский род, и цифры, если будем рассматривать глобально, сегодня у нас единица в частности, могут быть вариации этой единицы. Может быть, как я уже сказала, уахид или уахидун, с танвином, если полную формулу не скажем. Это то, что уже было сказано. Вариация этого может быть еще ахады, да, ахады – это тоже в основе из того же, как бы, корня, да, то есть тоже может быть вариация мужского рода, как один, единый, в таком плане. Далее у нас также есть вариация женского рода. Это уахидатун или уахидар, да, то есть мы видим, добавилась там арбута. Это один, будет уже использоваться не только как единица, как вот просто я говорю один, два, три, перечисляю. А для чего нам вот эти вариации, что уже, если в предложении или в связке с другими словами, уже могут отличаться вот такие моменты. Про это скажем позже. И здесь же вариация есть ихда, ихда – это женский род, вот ахад – мужской, ихда – женский. То есть такие вариации у нас есть, единицы в арабском языке. Какое здесь правило с исчисляемым? То есть теперь нам важно, если я хочу сказать не просто один, два, три, там, десять. Хочу сказать один дом, одна девочка и так далее. Здесь важно, что числительное, вот это один в арабском языке, с исчисляемым оформляется так же, как и согласованные определения. Или прилагательные иногда говорят. Ну, это чуть-чуть неверно, потому что прилагательные могут быть не только вот этими согласованными определениями. Ну, согласованное определение или сифа. То есть в арабском языке то же самое, что относится к правилу согласованных определений, будет и здесь. То есть, во-первых, они ставятся после имени существительного, то есть после вот этого исчисляемого. Я хочу сказать одна девочка, значит, сначала я говорю девочка, а потом говорю одна. В арабском чуть-чуть наоборот, не так, как в русском. Второе – это то, что полностью согласуется с исчисляемым в следующих категориях. Это род и табличка, которая до этого была, да, здесь очень важна, потому что если вы понимаете, что там есть мужской и женский род, соответственно, если мы говорим про девочку, женский род, тогда мы выбираем форму женского рода. Если мы говорим про мальчика, мы выбираем форму мужского рода. То есть у нас есть согласование вроде, это во-первых. Во-вторых, это числе, да, то есть если, ну, здесь понятно, это в общем про сифаты, так, про согласованное определение, но здесь, когда мы говорим про один, то число должно быть единственное, конечно. И в падеже, да, также, то есть, например, если я говорю, там, у нас три падежа для имени, да, если имя в одном падеже стоит, то и вот это числительное может быть там, ва-хидун, да, или ва-хидатун, если мы про женский род, или ва-хидан, или ва-хидин, да, то есть у нас будет падеж, соответственно, ва-хид, если мы эти окончания падежные, усеченные. И состояние, да, то есть если мы определяем слово первое, то и число один здесь тоже будет в определенном состоянии. Если не определяем, то не определяем. Здесь важно, что само числительное, да, если мы говорим в единственном числе, оно уже несет в себе смысл единственного числа, то есть как бы один. И поэтому смысл числа один добавляется, да, для того, чтобы как бы утвердить, обратить внимание на то, что это действительно один, да, то есть как бы одна девочка. Не просто там пришла девочка, а пришла одна девочка, да, то есть как подчеркивается количество, что она была там одна, да, то есть в этом смысл вот этой единицы. Какие у нас есть примеры, да, чтобы мы посмотрели. Например, ва-ля-дун, ва-хид-дун. Ва-ля-д, мальчик, да, один мальчик. То есть мы ва-хид видим, это взяли форму мужского рода. Падеж здесь совпадает. Число совпадает, соответственно, потому что единственное. И здесь без артикля, здесь тоже без артикля, да, то есть в неопределённом состоянии. Бин-тун, девочка. Ага, если это девочка, женский род, тогда уже ва-хид-а-тун тоже полностью согласуется во всех категориях. И это уже такое словосочетание готовое, да, где второе число или второе слово, которое является числом, да, полностью согласуется с исчисляемым. Также, конечно же, в Коране есть много примеров. Некоторые из них мы сегодня с вами упоминать будем, но их, наверное, на самом деле больше. Да, например, в суре Аль-Бапара, в аяте 163, мы видим тоже пример один, да. То есть у нас идёт здесь, что илья-хун, да, слово илья приходит, и ва-хид. Это единственное число здесь, это единственное. Полностью падеж совпадает, и род совпадает, и состояние тоже неопределённое, да, то есть мы видим вот такой пример. Также есть пример на женский род, да, здесь мы видим пример на женский род. Здесь, во-первых, это женский род, и также мы видим пример, когда другой падеж, да, не араха, как в предыдущем было, анасуп. Умма-тан, ва-хидатан, да, умма-тан, да, умма-тан, да, женский род, и поэтому ва-хида тоже в женском роде. Да, это у нас суре Аль-Бапара в 213. Также ещё пример упоминать можно в суре Аль-Зумар, в четвёртом аяте. здесь у нас идет Обратите внимание, что здесь мужской роль тоже и поддержка Рафа как было у нас в первом примере но здесь определенное состояние то есть у нас идет определенное состояние с артиклем то есть у нас идет с артиклем то есть здесь Благодарю за то, что смотрели это видео надеюсь вам было полезно если у вас остались вопросы по данной теме вы можете писать под видео и в следующем уроке будем это упоминать и на следующий раз иншалла возьмем следующую цифру или следующую группу цифру так у нас уже будет получаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok